на библейском портале экзогет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня такой вопрос по поводу исповедей покаяния если смысл кается в грехе если точно знаешь что повторишь его конечно есть больше того в этом есть не просто смысла в этом есть необходимость именно в этом-то грехе особо срочно и стоит каяться потому что исповедь это не просто констатация факта все я больше не грешу но это и просьба о помощи это всегда надежда на господа исповедь как таинство церкви всегда совместные действия бога и человека и человек который надеется своими силами победить грех по большому счету подобен человеку который как барон мейнхаузен надеется сам себя вытащить за волосы из болота можно возразить что да может быть не стоит прибегать к исповеди может быть надо каяться перед богом своими словами может быть стоит молиться более усердно может быть стоит предпринимать конкретные усилия аскетические возможно помощь психологическая в победе над той или иной страстью той или иной проблемой возможно той или иной зависимостью это все тоже нужно делать но таинство церкви таинство покаяния приход на исповедь обличение себя перед крестом и евангелием является важным элементом духовной жизни христианина в его борьбе со старостями поэтому конечно приходите кайтесь просите у бога прощения больше того если грех греху рознь если это тяжкий смертный грех например блуд какой-нибудь не знаю участие в каких-то сатанинских обрядах может быть обращение колдунам или экстрасенсам если мы приходим на исповедь просим у бога прощения в этом в таких грехах но не обещаем прекратить это делать то в этой ситуации грех конечно не отпускается в ситуации же когда мы имеем дело со страстями например гневливый человек регулярно раздражается или гневается чревоугодник знает что да ему не победить просто так свою очередь в угодье он будет продолжать допустим переедать блудник может быть не делом но взглядом кается в том что он похотливо смотрит на лиц противоположного пола где-нибудь на на улице в летнюю пору вот или обуреваем какими-то помыслами возможно грехом рукоблудия знает что да возможно он не победит этот грех сейчас возможно у него есть уже опыт когда он неоднократно каялся и у него не получается бороться раздражительность дневливость или похотливость вот но в этом все равно нужно каяться если чек искренне борется с этим грехом священник читает разрешительную молитву и грех этот прощается в отличие вот от те грехов делом которые как я уже сказал например явный день действенный блуд измена там своей жене или обращение к колдунам экстрасенсом вот возможно убийство мне приходилось принимать исповедь в 90-е годы от участников бандитских группировок которые приходили на исповедь каялись в убийствах но говорили что они не могут прекратить сейчас это делать и в этой ситуации разрешительная молитва не читается но и все равно и грех не прощается но я все равно считаю что это действенное средство приход на исповедь разговор вот такой покаянный разговор перед крестом и евангелием со священником и как я уже сказал просьба о помощи потому что таинство это совместное действие бога и человека внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и Продолжение следует...